доброе утро доброе прекрасное утро мои дорогие девочки и мальчики ну что у меня сегодня выходной а это значит что новому влогу быть ромашки мои до сих пор стоят точнее подсолнухи хотел вас поставить чтобы со мной вместе готовили завтрак но к сожалению там засвет пересвет засвет мы сейчас будем с вами делать а яичницу я управлял не понял с чем но давайте я наверное надену футболку хотя я думаю сделать здесь два осталось но я работал новые очень вкусные мне нравится я понимаю что они из говна и палок короче хочу знаете что сказать тем кто вдруг собирается полететь в дубай из россии ближайшее время я уже дал объявление в инстаграме может быть и среди вас кто-то тоже полетит мне нужна одна книга девчонки мальчишки мне нужно всего одна книга что мы покажу как она выглядит мало ли вдруг я денежку сразу отдам все пришлю то есть как бы чуть сверху от благодарю но мне просто нужна книга здесь нет в дубае книг на русском языке вот такая есть книга сейчас поставлю вас сфокусировать вот 13 привычек сильных духом людей но почему-то она еще в другой версии это называется 13 привычек которые не делают сильные люди но я думаю что это одно и то же вот я сейчас прочитал выдержки прочитал выдержки из этой книги просто офигел я вам рекомендую всем абсолютно всем абсолютно к прочтению это просто не такое ощущение что я прочитал вот столько от этой книги и мне такое ощущение что мне надавали пощечины я такой вот поэтому поэтому я уже отправил в инстаграм попросил еще у меня есть еще у меня есть две девочки которые сейчас в россии которые сейчас в россии но прилетают вот на днях в дубай просто никого не хочется напрягать очень я просто хочу мало ли у кого-то нижний магазин там не знаю внизу на первом этаже ну-то спустится и купит и не будет никого обременять больше есть прикол чтобы специально там знаете из одного региона в другой ехать нижний магазин района чтобы же не купить книгу конечно же нет конечно же не надо таких жертв вот они должны прилететь но они другими вещи привезет привезет всякие вот игорь должен тоже полететь 3 или 4 декабря в россию не знаю полетит только что-то он мешает думает я вам говорю не идти пока не идти в марте когда чуть-чуть спокойно полетишь смысл сейчас лететь рачок чего такие прикольные мне очень нравится я уже покупаю много раз они разные не одинаковые вот они классные у меня здесь больше мороженое от хозяина лежат представляете три штуки печенье и гордился печенье печенье которые подарили в салоне это просто что-то с чем-то они астролог что-то пишет доброе утро тебя приходят люди в инстаграме пусть приходит мне не жалко у каждого должен быть хороший астролог это такое время что нужно везде брать консультацию и астрологов и уторологов везде нужно брать консультацию чтобы понимать как вообще жить в этой жизни дальше короче они такие вкусные очень что это шоколад просто расставят сформированы такие штучки хорошенько дальше очень вкусно вчера коллеги звали меня мухарь хорошо же открылся 19 ноября открылся чемпионат мира футбола фифа в катаре это рядом с дубаем но по всем по всем эмиратам проходят на экранах трансляция и на всех пляжах вечерами большие экраны установили и короче проходят тусовки и барас тибич на который я все время ходил он не исключение там сделали один из самых больших экранов и короче вот мы а я хорошо так я может прикреплю это видео сейчас секунду если сделаем сейчас секунду вот так мы отметили днюху мою я надеюсь я не забыл ставить видос с 18 ноября вот и там короче прикольно там реально клёво и меньше родчонки звали на работе пойти побухать туда я бы не девочки я взял это круто потренировался после работы и это утром проснулся в здравии слава богу настроение прекрасно вот поэтому бухать надо 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 но как бы не злоупотребляйте иногда если не бухнешь ну как расслабиться еще тоже знаете в напряжение жить чища льда можно не напрягаться в общем я не пошел не бухать но они меня сегодня звали на пляж на кайф наверное они сегодня уже никуда не пойдут они очень вкусные а там шоколадки видите я думаю я говорю что как будто шоколад но вкусно нитритерно-сладко прям как знаете как эти кексы панкейки классная баночка хочу оставить ее под что нибудь что я хотел сказать что я хотел сказать что я хотел сказать что спиздеть наверно хотел раз с тобой я выставил сториз с благодарностью смотрите какой список конечно не очень большой но люди очень классные вот он список кто кого узнает здесь кто кого знает Влад Кадони поздравил певица Валерия меня поздравил Ольга Задонская это участница проекта голос Настя Крайнова это группа тут самый 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 человек дорогой потом Руденко это как его блять я имя забыл его короче дальше не Леонид а другой который из этого тоже не из голоса а он из этого X-Factor или как он там тоже ну который вокальный конкурс Юли Лебедам Екатерина Усманова естественно потом Любяткина вот она написала мне ровесник хэппи безды изо всех сил так Катя Усманова, Анна Семенович и Татьяна Третьяк это наша местная здесь блогер моя подушка короче ну это просто с галочками а Леша Романов же еще да здесь а где Леша Романов подожди это не та версия там был Леша Романов и тут еще Оля Орлова поздравила меня с днем рождения смс-очкой жена Стаса Михайлова меня забыла поздравить но она придет сколько мне на окрашивание так вот это Оля Орлова поздравила ничего не видно да Женька с днем рождения с Гычи Мечет и Счастья Пару яиц не хочу я много яиц сейчас еще парочку яиц сделаю с подсолькой лепота будет Рита рассказывает про Риту она же в Дубае все живет ей сняли квартиру эти ну Прада магазин она же в Прадо работает вот сняли магазин сняли им как его квартиру она конечно же начинает тосковать начинает депрессию депрессию включать как все что через я прошел через что прошел я потому что у меня было все то же самое на самом деле девчонки и мальчишки какие бы вам здесь крутые условия не давали все равно начинает что-то тосковать первое время сейчас мне прям по кайфу я вот сейчас все принял я понял что надо кайфовать что надо наслаждаться что действительно все клево что все круто что на моем месте мечтают быть просто миллион людей вот особенно парни честно говоря особенно парни в это время нелегкая вот поэтому я думаю что я блять тут ною надо реально брать от жизни все бог тебя привел сюда значит надо для чего-то или от чего-то вот поэтому я реально принял это и начал кайфовать у меня даже клиенты поменялись у меня приходят клиенты я говорю господи это что за десант добрых людей высадился в Дубае просто офигенские люди офигенские клиенты добрейшие на позитиве все потому что я сам поменялся вернулся опять в свой позитив потому что первые два месяца сегодня кстати ровно два месяца как я вышел на работу сегодня что 21? 21 сегодня ровно два месяца как я вышел на работу в салон в Дубае вот поэтому и вот мне пришлось мне хотелось два месяца наверное недель пять для того чтобы все-таки понять, принять, осознать, прекратить там грустить, прекратить переживать, еще что-то. Я вот только говорю, неделю наслаждаюсь, я начал высыпаться, я начал наслаждаться, я начал как-то вообще по-другому, у меня ушла какая-то вот эта гонка, куда-то бежать, 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 что-то делать, вот, поэтому сейчас я реально прям наслаждаюсь жизнью. У меня сейчас выходной, я вот думаю, на какой пляж поехать, поеду отдохну куда-нибудь, загораю, хоть на платный пляж поеду, чтобы было народу поменьше, и чтобы народ был покачественней, чтобы не было там, знаете, это каких-нибудь странных людей, которые кричат громко, еще что-нибудь, которые ведут себя плохо, некультурно, нам без этого пляжа таких много, вот. Там орвыш и горчат, там много яичницы, девочки, вообще-то. Надо вообще купить этот, как его, крышечку, блядь, у меня крышечки нет. Вот, поэтому и Рита сейчас в депрессии, Рите плохо, Рита мне писала, я говорю, Рит, пожалуйста, напиши. У меня, кстати, еще два друга прилетают жить в Дубай, сейчас они живут в Турции по работе, но они их локацию переносят в Дубай, я не знаю, тут все сейчас будут в Дубай, просто все русские, блядь, в Дубай. Вот, поэтому у Риты немного депрессия, она пока переживает, говорит, спокойно, я сам через это все прошел, вот, но с ней и Игорь больше на связи, чем я, потому что я много работаю, у Игоря было суббота, воскресенье, выходные, вот он там со всеми переписывается. Отлично, Женька, ты молодец, еще сделаем копеек. Так, что с фасолью? Ой, извините, что, нет, будет не фасоль, короче, я покупаю такую херню, уже на разновес, ну, уже порубленная, я так понимаю, что это, видимо, сроки подходят, я не знаю, камон, я думаю, что, наверное, так и делается в магазинах, другого не приготовят, но, все, конечно, уже очень свежее, очень вкусное, короче, вот такая смесь, здесь колбаса, оливки, сыр, причем, по-моему, даже колбаса несколько видов, два или три, оливки, сыр, но, сама фишка в том, что она заправлена каким-то бомбическим соусом, и, кстати, надо было, я тупанул, вообще, я делаю как, я на сковородку вот это выкидываю с яйцами и обжариваю, и это так получается вкусно, вообще, просто, блин, офигенно, яичница сразу играет другими красками, да, вот так это будет, мне, на силы. Я сегодня спал до восьми, представляете, обычно я в 6.30 уже, как это, сумасшедший, просыпаюсь и глазками хлопаю, до восьми сегодня спал, я слышал, что Игорь уже начал уходить, и я проснулся, и Игорь говорит, все, я ушел, да, ну, прекрасно, великолепно, великолепное, великолепие, ушел, так, ушел. Так, что нужно, кетчуп надо налить, налить, налить. Кетчупов набрали, я же захожу, покупаю что-то в магазин, Игорь заходит, мы особо, знаете, как-то не созваниваемся, так, Вет, спрашиваем, что покупаем, я покупаю, я покупаю, и в итоге у нас все затвоено, затроено, потому что едим мы одно и то же. Такая история у меня, это будет очень вкусно. Пойдемте поедим, товарищ парной. Наверное, там, грубо, снимать неудобно, давайте я, наверное, поем, вот, и, какие виды, да, как можно не кайфовать, а? Как можно не кайфовать, господи, еще, что-то, блядь, 2 месяца уныл. Я говорю, как меня вселенная за это не наказала, и не отправила домой опять. Я сейчас вообще не хочу, вообще не хочу домой, просто вот отлом совсем. Я даже приняло то, что собакам там лучше без меня, ну, в смысле, без меня, понятно, не лучше, но что здесь им вообще было бы не в кайф, у меня же была мысль перевести их сюда, все-таки. Ну, Игорь говорит, нет, ни в коем случае, не надо, ты что, 15 лет собакам, 15 лет они тут, ну, с ума, ну, они правда здесь с ума сойдут, правда, это правда. Так, девочки, мальчики, давайте я поем, и мы с вами продолжим где-нибудь уже в движении, вот. Я буду просто наслаждаться, пить кофе, завтракать этим прекрасным видом. Я иду на тренировку, вот так нравится эта улица. Красота. На улице тепло, прям вот, прям вот кайф. О, машина как у меня была, Пежо. Кабриолет, у меня была такая же первая машина в Москве. Пежо 207 C, цвет даже такой же был, такой морской волны. Так, я иду на тренировку, в общем, по тренируюсь, не захотел идти на пляж, что-то все так это неинтересно, поэтому пойду спокойненько по тренируюсь. А, вот, кстати, Carrefour, надо зайти в воду купить, сейчас переверну, покажу вам местный магазинчик индийский, типа Carrefour, а, он мини-маркет называется. Здесь пахнет всем подряд, блядь, специями и химкой вот этой. Вода где-то здесь была, где, где-то здесь я вчера аж брал. Что у них сегодня, нет воды что ли, или что я не говорю? Или нужно отсюда отстегнуть, мне вот эта вода нужна. Сейчас, секунду, надо разобраться. Ну, что, блядь, у них же не блоками этого. А, вот. Эй, блядь, чипсы стоят. Два дирхама стоит, это где-то 40 рублей. Вот сюда мне, здесь у меня спортзал. Вот сюда мне, здесь у меня спортзал. Продолжение следует... Так, в общем, я уже дома, и я с этими покупочками зашел в магазин, взять еще в магазин, купил поесть. Что я купил поесть? Вода, но это я с ней уже ходил на тренировку, не считается. Дальше, что я купил? Я купил бананы. Вот столько бананов, здесь сколько их? 7 штук, вот такие прекрасные бананы. И стоит это, я не знаю сколько, сейчас скажу, по-моему 9,50. Да, 9,50, это где-то... 400, ой, 200 рублей, да 200 даже нет, 150, ой, 180. Дальше, роллы. 24 дирхама, ну где-то 450 рублей, вот такие роллы. Вот такие роллы. Дальше, еще роллы купил. Эти роллы 18 дирхам стоят, где-то 350 рублей. Вот такие два штуки. Дальше, всегда покупаю, часто, не то чтобы всегда, вру сейчас. Часто покупаю вот такую курочку, она уже готовая, целая курица-гриль. Стоит она 17 дирхам, ну где-то 360 рублей, может быть, ну где-то 360, да. Вот, итого, вместе с пакетом, этот пакет тоже платный, он оказался, не оказался, он стоит 0,75 тубриков местных, итого, 69 дирхам. Это где-то я вот это все купил на 1400, ну 1350 где-то. Вот так, и ничего не купил. Это мне просто, блядь, на один раз. Ну ладно, курицу я половину съем, половину Игорю оставлю. Роллы я сейчас съем, они просто уже будут невкусные даже к Игорю при приходу. Вот, бананы, ну бананы окей, дня на три. Ну что тут, 7 бананов, нам на двоих, ну дня на три, наверное, может быть, на четыре. Вот, все, мои хорошие, я хочу есть, не могу. С крутого бы мне не стал снимать, это вообще был прикол, с ними очками, блядь. Оставил вас в итоге в раздевалке, пошел тренироваться, очень круто потренировался, тренировался, наверное, часа три. Встретил двоих ребят, я их давно смотрю в инстаграме, они с галочками. Блин, вообще на самом деле в моем клубе в этом очень много ходят ребят, у которых верификация есть в инстаграме, галочка. То есть они вроде как популярные, вот, но я давно за ними слежу, поэтому я их как бы знаю. Вот, и они ходят часто в мой зал. Я очень многих там видел, ну типа популярных спортсменов. Я понимаю, что вам 99,9% здесь у меня смотрящих, вы никого там не знаете, вот, потому что, когда я выставляю спорт влоги, вы их даже не смотрите. Я понимаю, что вам это не интересно. Вам интересно, кто струцы не постирал, кто где что сделал, кто где обосрался, кто, блядь, где скандалил, кто где послал друг друга нахер, вот это вам интересно. А вам культурная жизнь, не, 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 вам Дубай начинаешь показывать, вы начинаете, ой, что там там Дубай, каменные, блядь, джунгли, каменные пески, блядь, какие-нибудь там, что-нибудь хуйни-хуйни пишите. Вот, поэтому, ну смотрите, что показываю, что я есть, пока, может быть, еще что-нибудь сниму. Все-таки влогу продолжению быть, я выспался, я выспался, я спал, и теперь выспался, пошел гулять, но не один, а с молодым человеком, с очень молодым человеком. Ты, блядь, скалишься. Че, у меня свой канал, и не надо бы моей славой. Вообще-то, если вы не мой канал, пользуйся, блядя, я что-то подотеку ото сна, в общем, короче, мы идем просто гулять, сейчас купим кофейку холодного, и пойдем гулять по набережной, ослаждаться. Все-таки у нас идет футбол, фифа, эти матчи, блядь, и сегодня Великобритания с кем-то там киратчет. С Ирландией. С Ирландией, блядь, это мне кажется, там просто футбол, этот гол на голе был, так кричат, побежали. И это, в магазинчик сейчас вот этот зайдем. Короче, они меня разбудили, к чему все, ел-дэп. Такие маленькие магазинчики, они такие вонючие, с таким парашками, вот, смотрите, сколько протеинных батончиков, смотрите. Все протеины, 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 протеины. Ой, сейчас, давайте я... Ну что, Игорь, тебя поздравляю, ты скоро будешь владельцем карты, когда можно будет бухать без ограничения. Игорь заполняет, видите. Игорь оформляет карту, она стоит, там, что-то 5000 рублей в год, чтобы покупать без ограничения алкоголь. Вот, ну, у каждого свои забавы, я больше по протеинчику, он больше по искорьку, деловой такой стоит. Вдруг не пойдет, расстроится. А, все, может быть, все, может быть. Мы идем дальше, может, мне вообще фокус не ловит. Красота, да? Идем на набережную. Очень красиво. Ты так красивая. Спасибо. Игорь. Женя. Они знаешь, что спрашивают? Что? А что ты мне подарил на день рождения? Ничего. Девочки, знаете, что? Очки, за которые деньги отдал. Это... Я тебе хорошие, красивые очки подарил. Ага. Я ходил, выбирал телефон. Девочки, знаете, в чем прикол? Пишет мне на работе, он говорит, я тебе это, телефон, говорит, выбрал, типа, айфон новый. Я там уже все, блядь, уже обрадовался. А он мне какую-то модельку, которая была в наличии, она мне не подходила. Я говорю, у меня надо другую. А он говорит, а ее надо заказывать. Я думаю, ну сейчас... Ну, и две с половиной недели ждать. Я думаю, ну, закажет же. Ну, конечно, у меня нету денег, чтобы платить. А в итоге, девочки, представляете, праздник закончился, и все вроде как бы. А что заказывать? Все, вот разъехали. Вот так. Это для моего канала. Можно унижения будут тебя на моем канале? Хорошо, на моем тебе. Так, идем вон туда. Туда идем. Продолжение следует...